В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационной службы и Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. После того, как опалубка французской колоннады была залита бетоном, стал вопрос об аутентичности данного объекта. Три четверти кафе и ресторана в прибрежной зоне работает с нарушением правил противопожарной безопасности. Городской голова признал свою неспособность навести порядок. За деньги можно все. Огромная рекламная вывеска магазина по продаже конфискованной обуви уродует круглый дом на Греческой площади. Скрипач-виртуоз Василий Паладюк перед выступлением в Одессе сыграл на крыше заброшенной гостиницы на морском вокзале. После того, как компания-подрядчик, выполняющая реставрационные работы на вранцузской колоннаде, залила бетоном опалубку достопримечательности, стал вопрос о том, можно ли теперь считать колоннаду памятником архитектуры. Или Одесса имеет очередной новодел. Вслед за мостом Коцебу и частично Потемкинской лестницей. И хотя сам подрядчик настаивает на сохранении аутентичности объекта, одесские общественные активисты уверены, что это не так. Мы не будем рассказывать всю длинную историю реставрационных работ на вранцузской колоннаде. О том, как бывший руководитель работы Анатолий Зотов слой за слоем, что называется, раскапывал все новые артефакты, подтверждающие уникальность данного объекта. Не будем говорить о том, как он оказался не у дел и как сейчас там проводятся работы вовсе без научного руководителя. Ни слова не скажем о том, что в течение долгого времени объект никак не могли законсервировать, и он находился под дождем и даже снегом в разобранном состоянии. Нет, всей этой длинной истории не будет. Будет только ее конец. Заливка опалубки бетоном. Собственно, кажется, это конец не только истории, но и самой достопримечательности. А на этом стоит остановиться подробнее. Итак, в полночь 26 июля подрядчикам была подогнана тяжелая техника и начался процесс заливки. И как тому не сопротивлялись общественники, как не писали они заявления в правоохранительные органы, за несколько часов вместо деревянной балки колоннада получила железобетонную. Вот как объяснил данные работы представитель подрядчика. Оказалось, что необходимые балки деревянные по нашим требованиям, которые мы описывали в проекте, можно закупить только за границей, что кардинально влияет на выполнение работ, на график, на стоимость данного материала. То есть, еще раз уточняем, нам сказали стоимость и график работ. Насчет первого. Если мы не ошибаемся, то данные балки изначально входили в стоимость проекта. Почему же, когда стал вопрос о их закупке, выяснилось, что их купить не на что? Значит, либо городская власть солгала одесситам, что выделила нужную сумму, либо нужная сумма была выделена, но ушла мимо колоннады. И второе. Что значит график? График – это сроки. Стало быть, просто сроки поджимают? Тогда простите, куда мы все торопимся, если речь идет о спасении памятника архитектуры национального значения? Впрочем, о каком спасении теперь может идти речь, если кровлю колоннады уже удачно укрепили тяжелым бетоном? Колонны из ракушечника просто не выдержат веса и поплывут. Но, разумеется, кого это волнует? Это реставрация. В любой момент времени мы можем столкнуться с ситуацией точно так же, как с заменой этой балки с деревянной на железобетонную. И эта замена требует определенного прохождения, получения разрешительной документации, определенных согласований. На все это нужно время. Поэтому говорить о том, что будут ли сохранены сроки или не будут, давайте лучше об этом не говорить. Стоп! Вы же только что утверждали, что замена деревянной балки на железобетонную позволяет успеть назначенные сроки. А теперь нам рассказывают, что для того, чтобы заменить все на новодел, нужно время для подготовки соответствующей документации. Значит, этой документации нет. Тогда что демонстрировали в мэрии подрядчик и заказчик данных работ? Говорят о том, что они вроде бы получили согласование в Минрегионе. Но какое отношение Минрегион имеет к памятнику национального значения, в общем-то, абсолютно непонятно. И, собственно говоря, законодательством это не предусмотрено. Но мы, в общем-то, знаем, наблюдая за деятельностью нашей мэрии, чиновников, что у нас тут действуют отдельные детские законы. И, в общем-то, законодательством Украины это мало что имеет общего. Ну и тут, конечно, особенно трогательно прозвучал спич представителя подрядчика о том, что сама колонада, оказывается, была построена неправильно. Устраняется, видимо, устраняется ошибка, которую допустили строители при строительстве, при графе Воронцове, при строительстве этой колоннады. Угол наклона кровли, на котором был уложен сланец, он не соответствует технологии укладки сланца. Ну, а эти господа с большой буквы Г, по-видимому, профессионалы, что надо. Как иллюстрация к качеству выполняемых ими работ демонтаж чаш колонн данного объекта, на которых, собственно, и держится весь неправильно уложенный при графе Воронцове сланец. Во время демонтажа три чаши были разрушены. И впоследствии обсуждали и предполагали, что также будут с использованием технологии высечены такие же чаши, точные копии этих чаш из монолита, из весняка. Но пришли к тому, что просто отлили их из бетона, эти чаши. И более того, при этом абсолютно неправильно сняли замеры, поскольку сейчас, если присмотреться, очевидно, что чаши и другой высоты ободок и так далее. То есть все подгонялось уже по месту. Более того, вы сейчас будете смеяться. Я тоже абсолютно не мог это понять, но представители компании Одесса Коммун Экология во время демонтажа. Одна чаша была повреждена, ее необходимо было демонтировать. Так вот, они демонтировали не ту чашу, которая была повреждена. Они разбомбили абсолютно целую, абсолютно нормальную чашу. Таким образом, вот этих оба громадных чашей оказалось уже поврежденными четыре. Мало фактов. Тогда общественные активисты готовы добавить еще несколько. И да, на всякий случай сообщаем, что, например, Наталья Петропавловская строитель и инженер-конструктор по образованию и прекрасно знает, о чем говорит. Если они залили монолитную балку, то это совершенно другая конструкция, чем деревянная. Там на колоннах возникают в результате этой монолитной конструкции изгибающие моменты. А вот эти каменные колонны на изгиб не работают. То есть, в принципе, если они поменяли конструктив и залили монолитную балку, то уже с конструктивной точки зрения надо тогда армировать колонны, сделать жесткую конструкцию, чтобы она выдержала вот горизонтальные вот эти воздействия, которые возникают сейсмические и изгибающие моменты. Предполагалось армирование по определенной технологии, высверливание с перераспределением нагрузки по армировочным таким вот шплинтам и так далее. Предполагалось штрабление, опять же, с использованием армировочных материалов и так далее. Но в конечном итоге, когда все это было прописано в проектных работах, в проекте, выполнялось просто, скажем, гастарбайтерами, которые также привлекаются, как и Экостроем, точно так же и Одесса коммун-экологией. И когда я видел, что люди просто не знают, что и как организовывать, и делают просто по наитию, понимаете? То есть это строители, которые могут не читать проекты и так далее. И нет научного консультанта, нет гипа человека, который должен следить за ходом работы. Этих людей нет. Очевидно же, что это самая обычная халтурная стройка с валяющимися мешками цемента, с раскиданными аутентичными элементами конструкции, про которые нам рассказывают, что это все будет опять дальше монтироваться. Но как оно будет монтироваться, если оно уже с сентября по фактически уже осень этого года, почти год пролежало под открытым просто небом? Как раз общественность прекрасно понимает, о чем она говорит. Хуже, что господа из мэрии, наверное, так и не поняли, что сделали. Или прекрасно понимают, но все равно уродуют. И самое главное, что реставрации и все, что происходит с колонадой, назвать даже близко нельзя. Мы опять сталкиваемся с халтурными работами, потому что, как мы видим, вот на примере Мостаков-Цебу и Потемкинской лестницы большой гигантской, и теперь колонады, и в реставрации зданий мы видим, что в Одессе нет специалистов, которые бы умели качественно проводить реставрационные работы. Ну и плюс еще коррупционная составляющая, потому что реставрационные работы, конечно, оцениваются совершенно по другим коэффициентам, чем просто капитальный ремонт. Но ведь нашей мэрии главное успеть к ей уже самым назначенным срокам. Планируется, что завершат вредительство объекта к дню города, то есть на день рождения Одессы, которая в результате получит еще один уничтоженный памятник национального значения. 75% кафе и ресторанов на берегу моря нарушают правила противопожарной безопасности. Городская власть не способна навести порядок. Это прямо признал сам Геннадий Труханов на еженедельном аппаратном совещании. Муниципальный департамент оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами представил отчет о результатах провелки кафе и ресторанов. Комиссия горсовета проверила 84 объекта. Оказалось, что подавляющее большинство заведений работает с нарушениями. Самый распространенный недостаток – это отсутствие автоматической пожарной сигнализации. Они присутствуют всего в 25% проверенных объектов. Следующим распространенным недостатком является обеспеченность первичным средством пожаротушения. На данный момент по проверенным объектам этот процент составляет в комплектовности 75%. На визуализации видно, что даже при наличии первичных средств пожаротушения они хранятся не так, как должны храниться. То есть нарушены правила их хранения. И процентов 62 на 62 объектах необходимо приводить перезарядку этих первичных средств пожаротушения. Таким образом, если в большей части прибрежных ресторанов начнется пожар, до прибытия спасателей тушить его будет нечем. Да и пожарные подъезды есть далеко не везде. В ряде случаев для тушения не хватит воды. На всем побережье в черте города есть только 9 гидрантов. А брать воду из моря можно лишь в двух местах, куда подъедет пожарная машина. На сегодня по наличию гидрантов, которые есть в наличии, не обеспечит полностью всю безопасность забора воды. Потому эта работа продолжается в поиске тех гидрантов, которые еще не обнаружены. И в проведении ремонта. Оказывается, пожарные гидранты нужно еще искать где-то в кустах на берегу. Этот факт свидетельствует о качестве работы прежде всего местной власти. Она отвечает за город. Выполнить весь план проверки комиссии не удалось. Администрация ряда заведений отказалась впустить чиновников. На 8 объектов комиссия не была допущена, но по различным причинам. Когда комиссия прибыла на объект и их не допустили, составляется протокол, который передается документ в органы полиции. После этого возбуждается дело и устанавливается причина и выносится решение, подается в суд на решение суда по данному вопросу. Наш мэр был на удивление самокритичен и признал недоработки своей команды и себя лично. Мы бьемся уже второй год. Какие-то есть успехи, какие-то подвижки есть. Но говорить о том, что мы окончательно навели порядок в этом, мы не можем. Не хотят, не пускают. Пускай наши общественные организации, те, кто с нами сегодня сотрудничают в конструктивном диалоге, давайте будем их помечать. Просто вывешивают они какие-то плакаты, подберем определенный формат, где будем информировать посетителей, не только завлекая их ценами, хорошими, хорошей кухней. Ну и рядом должен появиться какой-то плакатик, на котором будет четко, ясно написано. Здесь пожарно небезопасно. Когда нужно разогнать мирную акцию протеста, у мэрии находятся действенные средства. Тут всегда под рукой так называемые конструктивные общественники или штурмовые отряды боевиков. А с нарушителями правил пожарной безопасности никак не могут справиться. И почему за это взялись только в последние два года? Особенно с прошлого лета. А раньше не замечали. Как видно, сейчас гражданину Труханову понадобилось продемонстрировать активность. После пожара в лагере Виктория еще одна трагедия может стоить ему кресла. Александр Рябиноградов, Андрей Терешников, Телекомпания КРУ. Арендой пляжей теперь будет распоряжаться Департамент коммунальной собственности. Такой проект решения выносится на ближайшее заседание исполнительного комитета. Возможно, Департамент коммунальной собственности города в скором времени будет ведать и передачи в аренду одесских пляжей. Об этом сообщает издание «Смотри». Как пишет СМИ, Департамент коммунальной собственности получил новые полномочия и усиливает влияние муниципалитета. Теперь он будет заниматься вопросами передачи в аренду пляжей. Такой проект решения выносится на заседание исполкома гурсовета. Так, согласно документу, предлагается передать в Управление Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета искусственных пляжей Одессы. Таким образом, в руках Департамента коммунальной собственности Алексея Испектора сосредоточится сразу несколько управлений землей, коммунальной собственностью и уже побережьем. Ранее ведало Управление инженерной защиты побережья. Как предполагает СМИ, скорее всего, с этого дня будет дан старт комплексной приватизации в мэрии Прибрежной зоны. «Смотри» напоминает, что Алексей Спектр является ставленником и менеджером от бизнес-партнера мэра Труханова Владимира Галантерника. Стоит также отметить, что Алексей Спектр не единожды подозревался в коррупционных действиях. Как сообщал в 2017 году Антикор, со ссылкой на собственный источник, взяв под свой личный контроль весь земельный кадастр, Алексей Спектр приступил к созданию в Одессе собственной группировки. И именно с этим были связаны обыски, которые проводились в мэрии, сотрудниками Службы безопасности и Генеральной прокуратуры. Впрочем, ни обыски, ни многочисленные подозрения, в том числе по делу Украина, как известно, НАБУ считает данного чиновника одним из участников коррупционной сделки, не помешало нашему городскому руководству сделать главного по коммунальной собственности, не только еще и главным по земле, но и по всей лакомой пляжной территории. Бесчисленные рекламные конструкции, установленные по правилам и без правил, портят вид города на каждой улице. Чиновники мэрии время от времени какую-то часть рекламы снимают, но это не меняет общей картины. Иногда наглость предпринимателей переходит всякие границы. Круглый дом на Греческой площади украсили огромной вывеской. По мнению хозяев магазина, их бизнес важнее вида города. Архитектура, эстетика и туристическая привлекательность для предпринимателей – понятие несуществующее. Важно делать деньги любой ценой. Все остальное не имеет значения. В другом городе такая реклама появиться не могла, а если бы случайно и появилась, не провисела бы одного дня. Наши муниципальные чиновники забыли, что горсовет утвердил правила размещения рекламы. Или не хотят замечать этого уродства по определенной причине. Ну что я могу сказать, что это безобразие с плакатом, что если это сделано по согласованию с городскими службами, то они грубо нарушают существующие регламенты размещения в улице. Если это сделано без согласования, вопрос, почему оно до сих пор висит. Ну, как бы, одна из многих капель, которые в городе капают печально, скажем так. 31 августа во Всемирном клубе одесситов прошел заключительный этап персональной выставки акции «Работа кистью» талантливой одесситки художницы Александры Кадзевич. Напомним, еще 6 июля во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Александры Кадзевич «Работа кистью». Экспозиция работала до 30 июля. По условиям акции посетители должны были выбрать понравившуюся работу, на которую хотели бы обменять книгу. Выставка заключается в том, что каждый посетитель, зритель, если ему понравилась какая-то из работ, может принести книгу и, в общем-то, поучаствовать в обмене, в такой вот акции. И сегодня последний день завершающей выставки. Я сейчас демонтирую, снимаю работу и как раз разбираю книги. И те, что, в общем-то, все книги очень достойные, но тех, которых у меня еще нет в коллекции, в общем-то, я буду менять как раз вот на работу. Сегодня посетители выставки, принесшие книги из личной библиотеки, смогли обменять их на понравившиеся работы художницы. Однако не всем удалось обменять книги на работы. Обмен состоялся только в том случае, если литературное издание заинтересовало художницу. Очень много достойных претендентов. Вот Вудилана у меня еще нет в коллекции, очень люблю. И я отбираю на те, которые мне сейчас интересны были бы, и на те, которые у меня еще нет в коллекции книги. Вот, в общем-то, вот так, вот такой у меня был критерий отбора. Среди посетителей самой популярной работой стала «Девушка в купальнике». Александре было очень сложно определить, кому же достанется эта композиция. В итоге обладателем «Девушки в купальнике» стал человек, принесший первое издание на русском языке Оскара Уайда. Очень много претендентов на одну самую хитовую работу, популярную, это «Девушка в купальнике». Им было сложно на нее отобрать, кто же ее будет обладателем, но, в общем-то, я это сделала. Мы очень надеемся, что впереди нас ждет еще много подобных выставок, своеобразных акций в таком интересном, необычном формате. В Одессе состоялось закрытие второго фестиваля форума боевого ГПК «Наследники казачества». В мероприятии приняли участие более ста человек. В Одессе состоялось закрытие второго фестиваля форума боевого ГПК «Наследники казачества». В мероприятии приняли участие более ста человек из 16 городов Украины, а также гости из Варшавы. Фестиваль проходит уже второй год. Идея мероприятия – популяризировать искусство казачества, а также привить любовь к родному. Первое, это популяризация хозяйства, популяризация виховной системы хозяйской, популяризация лицарских мистерств козацких. Срештою, прищепление любови к родственному. Боевой ГОПАК в 2017 году официально признали национальным видом спорта в Украине. Боевой ГОПАК – это козацкое боевое мистерство. Якщо роздивитися танець поближче, то безліч рухів можуть бути ударами такими, які можуть повалити просто з ніг. Але їх треба навчитися використовувати і побачити. Це палка є найзвичайна зброя, яка є, тому що її можна знайти будь-де на вулиці і можна використовувати як засіб оборони. Та грубша палка – то є добня. Тобто вона може бути більш округліша, може бути менш округліша. В неї більше, вона чим відрізняється, тим, що добня, якщо вдарить, то одного вдару буде достатньо. Вона є важка. Боевой ГОПАК – українське боевое искусство, разработано на основі елементів традиційного козацького боя. Техніка основана на ударах ногами і руками з использованием защитних блоків і болевых захватів. Живі звуки скрипки услышали одеситки гості города, гуляючи на морському вокзале. Для них з крыши заброшенной гостіниці сыграл музикант-виртуоз Василий Паладюк. Василий Паладюк приехав в Одесу впервые. Место для игры на фоне яркого южного заката выбрал соответственно название популярного спектакля. Прозвучала композиция из мюзикла «Скрипач на крыше». Это і другие мелодії будуть исполнили в концерте на сцене Летнього театра Моровых залу 1 августа. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали інформацию синоптиково погоди. Напоминаю, що новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Якщо ви стали свидетелями резонансних событий, інформируйте наших журналистів. Овасім важному і інтересному сообщайте в редакцію по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя і своїх близьких. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова